И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Я вернулся из отпуска и готов снимать и дальше новые интересные видео о Японии. Сегодня речь у нас пойдет про новости в Японии, что нового, что поменялось, и что произошло за это время вообще, как бы вот лето. Сейчас у нас август месяц, и я расскажу на текущий момент, какие интересные новости в Японии произошли. Как вы уже знаете, ну, вирус пока еще не кончился, и в Японии все так же продолжает прибавляться по 300-400 человек ежедневно новых заболевших. И я не знаю, когда это закончится, но на данный момент границы пока еще закрыты, и люди не могут приехать сюда, или те, кто уехали отсюда, не могут вернуться сюда. Это проблема. На данный момент никаких новостей о том, когда это все закончится, нет. Следующая новость это... Закончился сезон дождей в Японии. Он продолжался целых долгих два месяца. И закончился только в конце июля. Это был один из самых длительных сезонов дождей, который я помню. Но и японцы говорят, что они не помнят, чтобы так долго длился сезон дождей, и вообще, как бы, это для них тоже было, ну, шоком. За счет этого затопило очень много домов на юге Японии, как вы знаете, на Кюшио. Очень много деревень и городов потопило там. Где Кумамото, там очень много людей попали в беду реально. То есть не могли выбраться из своих домов, и их эвакуировали там и на вертолетах, и на лодках. Говорят, там даже дом престарелых затопило, и получилось так, что от этого генераторы, в общем, утонули, и не смогли обеспечить электричеством эти аппараты искусственного дыхания, и из-за этого тоже там пострадало много человек. Но это, конечно, печально, на самом деле. Ну, и что можно сказать, что на данный момент вроде бы сейчас все впоследствии там ликвидировали, но более-менее сейчас нормально стало. Ну, вот недавно совсем, буквально где-то неделю, может быть, назад или полторы, я не знаю точно сейчас, но произошел взрыв в одной из кафе Щабу-Щабу, где-то в Фукушиме, по-моему, да. То есть очень сильный был хлопок, говорят люди, там прям от этого ресторана ничего не осталось. То есть там один этот остров, то есть эти, как его, рама и столько, и все. То есть никаких баллонов, ничего там внутри вроде как не взрывалось, как люди говорят, специалисты. Но пока еще не знаю, то есть они устанавливают, из-за чего произошел взрыв. Ну, говорят, там тоже пострадало много человек. Осколками побило много этих стекол в округе, и людей каких-то даже зацепило. Что еще было нового введено недавно? А, вот, с 1 июля они как раз ввели платные пакеты в магазинах. То есть теперь это как в России. Вы должны, если вы хотите получить пакет какой-то, ну, вы должны заплатить за него там. Цена примерно такая же, как в России, где-то 2 рубля, там может быть 2,5. Ну, что я могу сказать. Как они объясняют, они мотивируют это тем, что якобы, чтобы уменьшить количество выбросов CO2, они ввели плату за пакеты. Но я не вижу просто логики в этом, что они ввели плату за пакеты и уменьшение количества CO2. Потому как люди как брали пакеты, так их и берут. И, ну, никто же не будет в руках нести продукты, правильно? Вот, если прошелся, например, ты вот со станции до дома идешь, тебе надо что-то купить там домой, покушать. Ты же не побежишь домой за сумкой, правильно? Вот. Ну, а с собой таскать не у всех место есть. То есть, получается, что в любом случае надо же как-то нести. И по-любому надо будет брать пакет. Был он бесплатный, стал платный. От этого увеличивается только прибыль магазина. То есть, раньше за это платил магазин, теперь за это платит покупатель. Вот и все. Ну, просто раньше, наверное, эту цену за пакеты включали в стоимость продуктов. А сейчас это как бы еще цена на продукты не упала, но при этом пакеты стали стоить 5 там иен, или сколько там, 3 иены. Ну, в общем, сомнительное решение по поводу вот этих цен на пакеты. Я бы сказал, что лучше бы они ввели, ну, поменяли вообще их на бумажные. То есть, я спрашивал в магазине, говорю, почему нет бумажных пакетов? Вот во всем мире, вы говорите, там борются, да, как бы с СО2 и вводят там какие-то, ну, свои правила. Ну, тогда вообще лучше бы их отменить было, эти пакеты. Если вы считаете, что производство пакетов выделяет большое количество СО2, ну, заменить их на бумажные, и все, никаких проблем не будет тогда. Вот, в этом плане, я, конечно, с ними не очень согласен на счет того, что вводили пакеты платные. Они якобы мотивируют это тем, что люди будут покупать большие сумки. Ну, большие сумки там и с собой таскать их. Ну, кто будет покупать большие сумки специально? Ну, немногие. Но это только если ты специально идешь в магазин, ты берешь ее с собой. А если ты вот так вот спонтанно взял, там, например, что-то надо домой купить, ты пошел и взял пакет там. То есть, в любом случае, ну, ты что-то заплатил деньги, что нет, но от этого количество производимых пакетов не уменьшилось. И количество СО2 также не уменьшилось. Заменили бы на бумажные, тогда, да, я понимаю, экология. Вот как на Филиппинах это сделано. Там заменили полностью все на бумажные пакеты, выдают их бесплатные. И все нормально, никаких проблем нет. И при этом, как бы, если, даже если вы выкидываете этот пакет, он быстро растворяется в этом, в окружающей среде. И все, никаких проблем. Ну, вот я также продолжаю кататься на скутере. Я вам так скажу, что, ну, очень хорошая вещь и экономная по сравнению с мотоциклами. И мотоцикл, конечно, удобно, но для дальних путешествий, но для ближних каких-то поездок, куда-нибудь наработали, где-нибудь рядом кататься, то есть в магазин съездить или еще куда-то. Ну, скутер, я считаю, лучше, чем мотоцикл. Почему? Во-первых, меньше жрет бензина. Во-вторых, много поместится вещей. То есть я, например, езжу в супермаркеты, там, бобтовые, также закупаюсь. У меня сумка вот здесь вот, ну, между ног большая помещается. И туда еще под сиденье еще большую сумку могу загрузить. Плюс еще рюкзак можно с собой взять, еще на рюкзак нагрузить. То есть, несмотря на то, что у него нет боковых сумок, вместимость у него гораздо выше, чем у обычного байка. Ну, вот как вот у меня, этот вот Suzuki Boulevard. Да, у него есть две сумки, но они очень ограничены по объему, и туда не все влезет. Поэтому вот в этом плане скутер, конечно, лучше. Ну, и, конечно же, за то, что за него не надо платить ТО, это очень большой плюс, потому как у меня в следующем году уже надо будет выплачивать ТО за мотоциклы. И, опять же, там, ну, где-то порядка 30-40 тысяч за каждый нужно будет заплатить. Ну, по поводу планов на следующие видео, да, думаю, в этом месяце будет также стрим, ближе к концу, скорее всего. И будет видео, несколько видео до этого. Ну, посмотрим, как там получится, потому что сейчас тоже надо и по работе, и по домашним делам уже делал, ну, полно сейчас. И поэтому постараюсь что-нибудь снять интересное про Японию, также про ответы на вопросы. Если у вас какие-то там вопросы есть, конечно, ну, запишите где-нибудь и на стриме без проблем я на них отвечу. Что касается вопросов по работе. Вот тут вот хотелось бы сразу немного ответить на несколько вопросов, которые мне часто задают. Есть ли какие-то вакансии, например, такие, 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 и какие по ним зарплаты. То есть на данный момент я, ну, как бы не ищу работу, и я не знаком с текущими вакансиями, какие там имеются в данный момент. В этом плане вам лучше обратиться в какие-нибудь рекрутинговые агентства. Как я вот раньше говорил, есть сайт LinkedIn.com, там вся информация есть, там и рекрутеры, там и компании, там, и если вас интересует данная тематика, то вам лучше туда зайти, зарегистрироваться, создать там анкету, создать резюме и поискать самому, либо там поспрашивать рекрутеров, если у них какие-то есть вакансии на вашу, на вашу специальность. И что касается зарплаты, тут тоже такой вопрос, это очень специфический, потому что зарплата очень сильно, она, ну, имеет очень большую вилку, то есть между, там, например, тремя миллионами и семью миллионами, где-то так, в среднем. И какая у вас будет зарплата, я не знаю. То есть все зависит от того, какие у вас навыки, какие у вас, там, опыт работы, то есть какие у вас, например, там, дополнительные увлечения, а также, ну, определенные какие-то проекты, в которых вы участвовали и которые вам принесли какой-то результат, и данный результат был бы очень полезен для компании. Тут очень многое зависит от этого, и сложно сказать, где и сколько вам будут платить. Опять же, с этими вопросами лучше уже обращаться непосредственно к рекрутинговым агентствам, компаниям, которые непосредственно предоставляют вот эту вот коммуникацию между работодателем и соискателем. Вот они знают больше, чем я, потому что я в этой теме не работаю, и у меня очень, скажем так, мало знаний о текущей ситуации на рынке труда. Я помню то, что раньше было, когда я искал, но это было года два-три назад, и поэтому сейчас все могло поменяться. Сейчас вот тут вирус, и многие на удаленке работают, мало кто приезжает, и, конечно, все могло поменяться. И как оно на данный момент обстоит, я не знаю. А если я буду интересоваться данным вопросом о рекрутинговых агентств, то мне такую информацию не дадут, потому что если вы не ищете работу, то с вами никто разговариваете не будет. То есть если вы ищете работу, то вам предложат какие-то вакансии. А если вы не ищете работу, то смысл тогда вам тут предлагать и вакансии, и какие-то там зарплаты, и все остальное. То есть подход очень простой. И никто не будет тратить свое время на то, чтобы просто дать информацию, если человек просто для информации собирает это. тем более зарплату говорят в последнюю очередь. То есть сначала ее спрашивают у вас, какую вы хотите, а потом уже работодатель говорит свое предложение, на которое он готов принять вас. Вот в таком плане. То есть зарплату мало кто пишет в самом начале. Ну, я думаю, я ответил на некоторые вопросы, которые задавали мне в последнее время очень много раз. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. И, ну, либо если это вопрос какой-то более такой объемный, то его лучше тогда приберечь для стрима, и на стриме уже зададите, и я там более подробно, развернуто на него отвечу. Ну, а с вами был Дэн. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok